Новые успехи ВСУ. Израиль обстреливает Хизбалу, а Натаньяху обещает поменять Ближний Восток, в то время как рубль собирается в полет. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире нехто самые важные и интересные новости. Польша будет эвакуировать граждан других стран из Израиля, но только после своих. Было принято решение о двухпутевой воздушной эвакуации. Одна из Тель-Авива в Варшаву, другая из Тель-Авива в Ханью на Крите. В ООН обеспокоены отсутствием плана по возврату украинских детей, украденных Россией. Принять решительное действие, чтобы остановить нарушение прав и защитить тех, кто оказался под перекрестным огнем конфликта. Ракета прилетела в мечеть, построенную в честь Ахмата Кадырова под Иерусалимом. Спасибо, что смотрите. Спасибо вам за доверие. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на наши каналы и не забудьте прокомментировать это видео, чтобы я знал, о чем вы думаете. Поехали. Украинские силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении и имеют успех недалеко от Вербового. Об этом говорит командующий группировки войск Таврия Александр Тарнавский. Активность авиации россиян падает. Из-за непогоды беспилотники тоже не всегда могут летать. Но оккупанты все равно пытаются переходить в наступление, особенно на Марьинском и Абдеевском направлениях. Израильская авиация наносит авиаудары по территории Ливана, с которой производились обстрелы Израиля. Об этом пишет армия обороны страны. Израильские военные атаковали наблюдательные посты Хизбаллы. Накануне представители этой организации заявляли, что не вступят в бой, если не будут спровоцированы. Но на следующее же утро обстреляли Израиль из минометов. 16 депутатов Кнесета, это израильский парламент, потребовали от премьер-министра взять под контроль сектор газа. Все эти шаги могут эскалировать ситуацию и заставить вмешаться другие арабские государства. Таким образом мы получим большую войну на Ближнем Востоке, говорят эксперты. Главное, что может случиться в большом обострении, если в войну может вступить Иран. Да, тогда это действительно есть большая угроза. То есть, почему и авианосная группа Соединенных Штатов во главе с авианосным Джеральдом Фордом подойдет к берегам Израиля? Дабы все-таки демонстрационно показательно показать то, что может быть жесткий конкретный ответ. Плюс мы должны понимать, что есть дислокация пятого флота в Арабском Персидском заливе, который тоже может нанести определенные удары серьезные по инфраструктуре военной Ирана. То есть, но угроза этого существует. И угроза существует того, что вот эти террористические группы, о которых я сказал и которые я перечислил, тоже могут как бы открыть второй фронт против Израиля, дабы затянуть этот конфликт и затянуть эту войну. Да, это вполне возможно. К тому же заявление израильского премьера становится все серьезнее. Теперь он обещает изменить Ближний Восток. Я знаю, что мы прошли через тяжелые, ужасные вещи. То, через что придется пройти Хамасу, будет тяжелым и ужасным. Мы уже находимся в разгаре битвы. И только начали. Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток. Одна из палестинских ракет выпущенных по Иерусалиму прилетела в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом в деревне Абу-Гош. Храм был открыт Рамзаном Кадыровым в 2014 году. 6 миллионов долларов выделены на строительство чеченским правительством. Около 2000 поляков находятся в Израиле и ожидают эвакуации. Литва и Хорватия уже обратились к Польше с просьбой о помощи в эвакуации своих граждан. Министр иностранных дел Польши говорит, да, конечно, заберем, но сначала вывезем своих. Было принято решение о двухпутевой воздушной эвакуации. Одна из Тель-Авива в Варшаву, другая из Тель-Авива в Ханью на Крите. Предполагается, что мы будем доставлять наших соотечественников на Крит на шаттлах. Для этого выделено три самолета. Оттуда польские граждане будут перевезены в Варшаву самолетами лот. Еврокомиссия блокирует помощь Палестине на фоне их вторжения в Израиль. Об этом говорит Еврокомиссар по вопросам соседства. Еврокомиссия останавливает все выплаты, а новые предложения откладываются до лучших времен. Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали переломным моментом. Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 миллион евро. Отдельно Германия и Австрия останавливают свою помощь для Палестины. И ЕС собирает министров иностранных дел во вторник, 10 октября, на экстренное заседание для того, чтобы обговорить ситуацию. Войны будут продолжаться, если Израиль не изменит свою позицию в отношении палестинцев. Такое заявление сделал глава Лиги арабских государств во время визита в Москву. Месть мирным жителям Газа не принесет израильтянам безопасности и приведет к эскалации. Необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и приступить к рассмотрению вопроса о политическом горизонте в палестино-израильском конфликте. Мы также согласились с тем, что отсутствие переговорного трека является основной причиной ухудшения ситуации и что необходимо возродить серьезный переговорный трек, основанный на решении о двух государствах при международной поддержке и ссылках на резолюцию ООН, чтобы положить конец оккупации и создать палестинское государство в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Гейт обвинил в ухудшении ситуации отсутствия переговорного процесса и призвал к прекращению огня. А в Тегеране обвиняют во всем США и призывают в свою очередь собраться на экстренное заседание на уже организацию исламского сотрудничества. Любой, кто угрожает Исламской Республике Иран, должен знать, что любое глупое действие в отношении Исламской Республики будет встречено разрушительным ответом. Западные правительства, особенно американский режим и некоторые европейские правительства используют психологическую войну и тяжелую пропаганду против палестинского народа, чтобы снова поставить угнетателя в положение угнетенного. Вопрос о Палестине – главный вопрос исламского мира. Дети, которые вернулись в семьи после похищения их Российской Федерации, говорят, что подвергались физическому и психологическому насилию со стороны работников учебных заведений. В Управлении ООН по правам человека заявили, что обеспокоены отсутствием системы возвращения украинских детей, которых вывезли в Россию с начала вторжения Москвы. Актуальность и серьезность ситуации в Украине неоспоримы. С каждым днем число жертв, ущемляющих человеческие жизни и права, увеличивается, создавая мрачную картину конфликта, который продолжает подрывать основы достоинства и человечности. Международному сообществу необходимо прислушаться к этим выводам и рекомендациям и предпринять решительные действия, чтобы остановить нарушение прав и защитить тех, кто оказался под перекрестным огнем конфликта. Украинские власти заявляют, что они идентифицировали почти 20 тысяч детей, которые были вывезены в Россию с начала широкомасштабного вторжения. На данный момент Украина вернула более 400 детей и не знает точно, сколько их осталось всего, потому что не имеет доступа к оккупированным территориям. Рубль летит в светлое будущее. Курс рубля к доллару достиг 18%. 20-месячного минимума и упал ниже отметки в 102 рубля за доллар. Предложение иностранной валюты на рынке сокращается и как бы рубль не пытался уцепиться за растущие цены на нефть, этого не вышло. Продолжение следует... Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, как обычно. Не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно для того, чтобы нас становилось больше. Ну а у меня на сегодня все, до встречи, хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok